Гигантская акула терроризировала океаны 20 миллионов лет назад. На протяжении 13 миллионов лет эти 60-тонные монстры господствовали в тёплых водах нашей планеты. Но некоторые считают, что мегалодоны всё ещё обитают в отдалённых частях океана. Сегодня жаркий летний день. Вполне логично искупаться в море. Вы расслабленно плывёте на спине, глаза закрыты, дыхание ровное, в воде ощущается приятная прохлада, дует лёгкий ветерок и вас немного клонит в сон. Вдруг что-то врезается вам в ногу, вырвав вас из полусна. Вы чувствуете приступ паники, и он продолжается до тех пор, пока вы не замечаете легко узнаваемые плавники и милые улыбающиеся мордочки. Фух, это дельфины. Увидеть их в естественной среде обитания – большая удача. Они так близко, что их даже можно потрогать. Вы как-то слышали, будто кожа дельфинов на ощупь резиновая. Но на ваш взгляд, она скорее похожа на внутреннюю часть сваренного вкрутую яйца. Один из них подплыл к вам так близко, что вы чувствуете его солоноватый аромат. У дельфинов нет потовых желёз, они не потеют и почти не имеют запаха. А аромат соли исходит от воды, в которой они плавают. Самые крупные и свирепые хищники из всех обитавших в океанах – мегалодоны. Долгое время они безраздельно господствовали в морях и давно уже вымерли. Учёным пока удалось обнаружить мало останков этой гигантской акулы. Большую часть данных о них мы узнали благодаря окаменелостям их гигантских зубов размером с ладонь среднего человека. Но скелет мегалодона ещё никто не находил. Скелеты акул состоят в основном из хрящей, а они быстро разлагаются. К счастью, акулы постоянно теряют и отращивают зубы на протяжении всей своей жизни. Одна акула может потерять за жизнь 40 тысяч зубов. Учёным удалось изучить разные виды акул, основываясь только на их зубах. У акулы мегалодона было около 276 зубов. Когда они выпадали, то оставались на морском дне, где и лежали миллионы лет, превращаясь в окаменелости. Учёные нашли эти зубы. И это единственное доказательство существования мегалодонов, которое у нас есть. Зубы мегалодонов находили по всему миру. Это значит, что в отличие от других морских существ своего времени, мегалодон передвигался между континентами. Даже сегодня большинство акул и морских существ обычно обитают в каком-то одном море или океане. А мегалодоны плавали по всему миру, перемещаясь между тропическими и субтропическими водами. Их зубы периодически находят на всех континентах, кроме ледяных вод Антарктиды. В фильмах мегалодона обычно изображают как гигантскую версию белой акулы. Раньше считалось, что мегалодон и белая акула произошли от одного предка. Но это не так. Скорее всего, мегалодон был заклятым врагом предка белой акулы – широкозубой акулы мака. Это значит, что мегалодон не был похож на белую акулу. У мегалодона был более короткий нос и более длинные грудные плавники, придавая гигантской акуле её угрожающее телосложение. Однако у обоих хищников было отличное обоняние. Так что даже в доисторические времена плавать с куском сырого мяса в руке было довольно опасно. Да и сейчас это совсем небезопасно. Независимо от того, прячутся ли мегалодоны где-то в глубинах, в чём некоторые до сих пор уверены, или они исчезли навсегда, их младшие сородичи там точно есть. Кроме того, им всем нравилось охотиться на крупных морских млекопитающих. Так что им наверняка было чем заняться вместе. То есть до тех пор, пока мегалодон случайно не съел своего друга. У белых акул другой стиль охоты. Они ныряют прямо к своей добыче и находят самые мягкие места – конечности или под брюшьем. Иногда в костях более крупных животных находили целый зуб, например, у китов. Без важных элементов, необходимых им для плавания, морские существа становились беспомощными и не могли спастись. И всё же киты были лишь частью рациона мегалодоны. Мегалодоны ели всё подряд – тюленей, морских коров, кальмаров, дельфинов, других акул или даже случайных мелких рыб. Нет ничего лучше хорошего перекоса после сытного и вкусного ужина. Даже гигантские черепахи в толстых панцирях не были в безопасности. Вероятно, мегалодоны постоянно пытались попробовать их на зубок. Учёные использовали компьютерное моделирование, чтобы попытаться определить стиль охоты древней акулы. И обнаружили, что атака мегалодона сильно отличалась от атаки современных акул. Современные акулы выбирают самое уязвимое место жертвы, например, мягкое подбрюшье тюленя. Зубы мегалодона могли прокусывать более жёсткие участки хрящей. Полученные данные говорят о том, что мегалодон сначала откусывал плавники у своей жертвы, лишая её возможности уплыть, прежде чем начать финальную атаку. Более трети морской флоры и фауны было уничтожено, когда океаны остыли. И численность животных в нижней части пищевой цепочки резко сократилась. Это оказало катастрофическое воздействие на голодных хищников. А ещё для теплолюбивых акул стало слишком холодно, что затруднило их размножение, которое происходило в тёплых водах. Мегалодона обычно описывают как увеличенную белую акулу, но это миф. На самом деле предки современных белых акул существовали и во времена мегалодонов. Они не были друзьями и даже соперничали друг с другом. Большие акулы лучше умели охотиться, используя свои меньшие размеры и ловкость. Они часто перехватывали добычу мегалодонов. А ещё они ели детёнышей мегалодонов, которые были вдвое меньше их. Да, даже новорождённые мегалодоны были огромными и достигали примерно двух метров в длину. У белых акул не было шансов в открытой схватке со взрослыми мегалодонами. Но еду у них они крали весьма успешно. Это оставляло мегалодонам только более крупную рыбу и китов. И эти запасы продовольствия начали истощаться, когда киты поплыли в прохладные моря. Киты приспособились к более низким температурам. А мегалодонам оставалось либо умереть от голода, либо замёрзнуть при наступлении ледникового периода. Мегалодоны были больше похожи на современную тупорылую акулу, чем на белую. У них была короткая морда, плоская нижняя челюсть и огромные грудные плавники, поддерживающие массивное тело. Эти пугающие акулы были заботливыми родителями. Несколько питомников мегалодонов нашлось во Флориде, Мериленде и Панаме. Гигантские акулы рожали своих детёнышей на мелководье. Мы знаем об этом, так как в этих районах было обнаружено множество крошечных зубов мегалодона. Да, они уже рождались зубастыми. Но как же вышло, что до нас дошло столько древних зубов, которые мы теперь можем изучать? Из-за своих агрессивных привычек в еде акулы регулярно теряют зубы. Каждую одну-две недели мегалодоны теряли полный набор зубов. А это 40 тысяч зубов за всю жизнь. Целое состояние от зубной феи. Зубы буквально сыпались дождём на дно океана. К счастью для нас, это самая твёрдая часть скелета акулы, поэтому зубы так хорошо сохранились. Стоит отметить, что первые найденные зубы мегалодонов вели людей в заблуждение. Ранние исследователи полагали, что эти зубы были окаменевшими языками древних змееподобных существ. И называли их каменными языками. Кстати, бытует миф, что мегалодоны существовали в то же время, что и динозавры. Это было бы круто. Однако динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад. А мегалодоны появились гораздо позже. Самой старой окаменелости мегалодону около 23 миллионов лет. Но её точный возраст определить сложно. В конце концов, календарей тогда ещё не было. Мегалодоны вымерли задолго до того, как появились люди. Самый ранний гомо-сапиенс, или человек разумный, появился около 2,5 миллионов лет назад. Но что, если бы мегалодоны не вымерли? Популяция китов резко сократилась с тех пор, как мегалодоны бороздили тёплые океаны. Так что пищи для них в наши дни намного меньше. Да и киты стали умнее и научились новым приёмам защиты, что значительно усложнило бы их поедание. Считается, что мегалодоны съедали около 12 тонн пищи каждый день. Если бы они всё ещё существовали и ели так много, вскоре им пришлось бы питаться и рыбой поменьше. Тогда людям перестало бы хватать крупные рыбы. Мегалодоны могли бы выслеживать рыбацкие лодки и красть рыбу, пойманную людьми. Можно с уверенностью сказать, что на полках супермаркетов рыбы стала бы меньше. Поскольку температура океанов снова повышается, гигантские акулы размножались бы быстрее, чем когда-либо. В воде стало бы появляться всё больше и больше прожорливых хищников. В общем, плакали бы наши рыбные запасы. Это также вызвало бы огромные проблемы у грозовых судов и круизных лайнеров. Только представьте, вы загораете на палубе, и тут приплывает один из этих гигантов. Любителям пляжного отдыха тоже пришлось бы туго. Мегалодоны размножались на мелководье, поэтому многие из наших любимых пляжей превратились бы в опасные зоны. Эй, куда это делись игроки в пляжный волейбол? Минуту назад все так весело играли? Юг Карибского моря. 21 июля 2047 года. Наконец-то это случилось. Исследовательский институт, в котором вы работаете, получил сообщение об огромной акуле у берегов Панамы. Местные ученые подтвердили невозможное. Это мегалодон. И вас отправили с миссией изучить это существо вдоль и поперек. Сегодня ваш день рождения, но торт подождет. Коллеги уже подготовили мегалодона. Его обездвижили с помощью транквилизатора, которого хватило бы на 10 слонов. У вас строгое ограничение по времени. Действие успокоительного закончится через полчаса. Ну все, за дело. Хлопает вас по спине главный исследователь. Удачи там внизу. И помните, не приближайтесь к турбине. О, точно. Перед акулой установили турбину, чтобы вода проходила через ее жабры. Без постоянного потока мегалодон не смог бы дышать. Понял. И вы прыгаете за борт. Вы устанавливаете таймер в своих часах на 25 минут. Просто на всякий случай. Акула не так далеко под поверхностью. 18 метров в длину. Весом, наверное, 50 тонн. Размером с вагон. Это самка. Самцы не вырастают больше 12 метров. Вы подплываете ближе, снимаете одну из перчаток, протягиваете руку и трогаете акулу. Ее кожа напоминает наждачную бумагу. Она покрыта крошечными чешуйками, похожими на зубы. Они расположены таким образом, чтобы снижать сопротивление при плавании. Как там дела? Давайте быстрее. Все хорошо, доктор Перрис. Я закончу. Вы даже моргнуть не успеете. Вы достаете планшет и открываете приложение рентген. Вы держите гаджет перед собой и проводите им вдоль тела акулы. На экране видны все детали ее сильных мышц. Красная ткань нуждается в кислороде и помогает преодолевать большие расстояния. Есть и белая мышечная ткань. Она не насыщается кислородом и используется только для резких рывков. Вы переключаете режим, чтобы рассмотреть скелет. Он состоит из хрящей. Гибкого материала, который формирует наши уши и нос. Это делает мегалодона более легким, чтобы он мог быстро плавать, не тратя много драгоценной энергии. Он носится со скоростью около 5 метров в секунду. В два раза быстрее, чем большая белая акула. На суше вес собственного тела раздавил бы внутренние органы мегалодона, поскольку у акул нет грудной клетки. Давай посмотрим, сколько тебе лет. Вы увеличиваете позвоночник. Он кальцифицирован, как и челюсть, чтобы быть прочнее. Вы делаете поперечный срез одного из дисков в своем приложении. На позвонках есть полосы. Подобно кольцам у деревьев, они указывают на возраст и историю роста акулы. Вы их считаете. 15. Она примерно на полпути своей жизни. Череп состоит из более плотного хряща, чтобы защищать мозг в форме рогатки. Морда губчатая и пластичная. Легко принимает удары, не повреждаясь. Осталось 20 минут седации. Как успехи? Снова вызывает ведущий исследователь. Мышечные и скелетные анализы готовы. Переходим к сенсорным органам. Вас понял. Вы подплываете к одному из черных глаз бусинок. По вашей спине пробегает холодок. Кажется, что акула смотрит прямо на вас. Беспомощный кусок мяса. Свой следующий обед. Эй, девочка! Жаль, что у тебя нет век. Тогда бы я видел, что ты точно вырубилась. За глазом вы замечаете крошечное отверстие. Нашел твое ухо! У акул нет ушных раковин, но слух у них все равно безупречный. Эта рыбина может услышать, как вы барахтаетесь в воде с расстояния в 10 футбольных полей. Ее внимание привлекают низкие частоты нерегулярных всплесков. Они означают, что добыча ранена. Вы следуете за боковой линией. Линия пор, тянущаяся вдоль тела, это особая система у акул, которая определяет малейшие движения в воде. Как далеко находится источник колебаний и в каком направлении. По сути, все тело акулы – это одно гигантское ухо. Я просто осмотрю твои ноздри, дорогуша. Они предназначены исключительно для того, чтобы вынюхивать добычу и не ведут к горлу и дыхательной системе, как у людей. То есть акулы не могут чихать. Малейший намек на запах попадает в носовой ход. Складки кожи, покрытые сенсорными клетками, посылают информацию в обонятельную луковицу на пути к головному мозгу. У больших белых акул нос может уловить одну каплю крови в бассейне олимпийского размера. Вы смотрите на часы. Осталось 10 минут. Вы осматриваете жабры. Вода проходит через них, и жабры извлекают из нее кислород. Здесь же из организма выходит углекислый газ. Так что жабры, по сути, выполняют функцию легких. Кислородный обмен происходит на клеточном уровне, и для транспортировки кислорода используется кровь. Вы переключаетесь в режим просмотра кровообращения. Вот оно, S-образное сердце. Оно маленькое по сравнению с размерами тела и имеет всего две камеры. Сердце посылает кровь к жабрам, где та насыщается кислородом для питания тканей. Мышцы, постоянно перемещающие акулу в воде, нагревают кровь. Это происходит потому, что вены и артерии, идущие к сердцу, и от него расположены близко друг к другу. Кровь, которая теплее окружающей среды и не зависит от нее, позволяет мегалодону, в отличие от других рыб, охотиться и в более прохладных водах. Хотя предпочитает он теплые места. Это значит, что от него никому не скрыться. Все в его теле создано для того, чтобы вынюхивать и пожирать любую добычу. У нас тут некоторые колебания в показателях. Пора закругляться. Я почти закончил. Осталось только то, чего вы избегали. Это рот и пищеварительный тракт. Вы подплываете к челюстям акулы, стараясь держаться подальше от течения, поступающего внутрь. Челюсти были открыты для удобства осмотра, и они огромны. Три метра в поперечнике и больше двух с половиной в высоту. Вы могли бы стоять в этой пасти с другом на плечах. Они могут раскрываться на 100 градусов, чтобы вмещать самую крупную добычу, вроде китов и даже других акул. Мегалодону требуется 1100 килограммов пищи в день. Больше, чем человек съедает за целый год. Челюсти могут опускаться силой в 14000 килограммов. Для сравнения, большая белая акула может похвастаться силой челюстей в 1800 килограммов, а человек всего в 72 килограмма.